Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Сегодня у нас в гостях российский режиссер Никита Кобелев. Доброе утро. И сегодня у Никиты премьера в Национальном театре. Как я сказала, немножко поволнуемся вместе. Хотя я так понимаю, что уже было несколько прогонов, в том числе для гостей каких-то приглашенных. И был вчера пресс-показ каких-то отрывков. То есть волнение уже немножко отпустило или как? Нет, волнение, конечно, не отпустило. Премьера – это решающий день. Мы скорее относимся к этим показам, как еще одной репетиции для актеров. И самим проверить, что работает, что не работает. И как это выстраивается отношение с залом, да? Да, как выстраивается, да. Вот многое видишь. Мне нравится здесь практика, кстати, в Латвии. Что у них есть вот этот студенческий показ на студентов. То есть когда приглашают в зал студентов? Да, это первый показ на зрителя, когда только студенты в зале. Ну, там, может быть, еще кто-то. Ну, в общем, такая... И они могут видеть технические даже какие-то вещи. Да, и мы даже... Для режиссера это возможно, да? Да, мы даже знаем, там швы там остаются даже какие-то в спектакле. Там, какое-то видео мы использовали, вот оно, ну, как неправдив, скажем, почему у вас так? Ну, просто это старое видео, но мы уже не успели его сделать, например. И студенты, это такая аудитория, которая идет без ожиданий, без каких-то... Ну, вот очень, как бы, белый лист. И, в общем, она, как бы, в виде отражает что-то, ну, и, как бы, позволяет спектаклю набрать дыхание. И актерам очень страшно первый раз встречаться со зрителем. Друзья. Да, потом, ну, потом, как в Москве, как везде, папы-мамы, да, как бы, да, и потом вот премьера. То есть сегодня, вот сейчас мы поговорим, ты немножко пойдешь погуляешь, подышишь воздухом в Риге, а в 4 у вас репетиция, где вы немножко пройдете перед показом и в 7 вечера. Все. Надо будет держать тебя за руку. Ой, да. Мысленно, да? Да, мне расскажут, что тут, ну, многие режиссеры, какой-нибудь виски маленький, еще что-то. Но ты нет. Ну, я как-то нет, хотя я так задумался. Рижский бальзам. Да, наверное. Хорошо, кофе с рижским бальзамом, чтобы дотянуть до после спектакля, правильно? Да. Ну что, будем держать кулачки тогда сегодня. Спасибо, Жень, спасибо. И аудитория, я надеюсь, тоже будет держать кулачки. Что я хочу сказать нашим слушателям? Ведь этот спектакль будет идти с русскими титрами. Все верно. Я прямо считаю, что Национальный театр делает подарок большому количеству зрителей, потому что каждый раз, когда он приглашает, Национальный театр приглашает русского режиссера, что было с Кириллом Серебренниковым, да, что вот сейчас с тобой спектакли, учитывая желание, видимо, той части аудитории, которая хотела бы пойти посмотреть спектакли, созданные русским режиссером, дублируются на русский язык. Поэтому приходите, ничего уже вообще вас не останавливает, чтобы пойти посмотреть спектакль. Ревизор. Даже на английском тоже есть. И на английском, и на... Вообще, в общем, Национальный театр просто делает какие-то очень правильные, на мой взгляд, вещи для того, чтобы признать Ригу настоящей столицей культурной для очень разных людей. Вчера даже было смешно, когда там объявляют же, что приезжает новый ревизор, в зале, о май гад, кто-то не знает весу. То есть какой-то иностранец попал на крючок. Ну вот так, мне рассказывали, такую реакцию слышали. Ну это совершенно чудесно. И хорошо, будем продолжать волноваться до сегодняшнего вечера. Да, очень волновательно. В хорошем смысле слова. Да, конечно. Никита, я хочу тебя спросить. Это же первый спектакль, который ставишь вне России. Все верно. Но в России у тебя был совершенно уникальный, на мой взгляд, опыт. Ты учился у одного из самых лучших преподавателей, Олега Кудряшова. Спасибо ему большое. У нас как раз две недели назад был другой ученик, который недавно тоже отпраздновал премьеру в опере с спектаклем «Три товарища». Паша Акимкин. Паша. Да. Вы учились как-то рядом, да? Нет, я на курс младше учился. Ты на курс младше учился. Да, да, да. И ты как-то сразу после ГИТИСа попал в Театр Маяковского. Как это случилось вообще? Там был такой период один, ну может быть год, когда после курса я там делал еще два спектакля, успел сделать. Где? Со своими ребят, ну на двоих актеров, с одной однокурсницей в центре Мерхольда мы выпустим спектакль, у Виктора Рыжакова, и в тюзе питерском «Шапира» я выпустил спектакль. И в тот год пришел Минду Гаскарбаускис в Театр Маяковского, в чём он встречался со всеми выпускниками как раз на тот момент. И вот как бы из 16-17 человек выбрал двоих, троих, один из них был я. То есть балтийская жизнь твоя началась немножко раньше? Да, все правильно. Все-таки литовский режиссер, он русский режиссер, но из Литвы, Минду Гаскарбаускис, увидел тебя, разглядел тебя и позвал тебя к себе в Театр Маяковского своим... Как у тебя там было? Ну сейчас... Там даже какая-то большая должность. Да, было предложение просто про... Вот делать спектакль «Любовь людей» по этой пьесе, которая только тогда была написана. Это был 11-й год, да? Да, это был 11-й год, и в общем спектакль получился удачным. И даже, надо отдать должное Минду Гаскарбаусу, он еще до зрителей, до рецензии, которых было очень много, сразу на этот спектакль, он и там какой-то очень хороший был прием. Он до всего этого уже предложил войти в штат, как бы театр, когда увидел просто прогон. И я как бы согласился. Вот, я согласился, и дальше... Ну, дальше, да, и потом уже в какой-то момент, даже вот, так сказать, у меня сам художественный руководитель, и так было написано. То есть у тебя была серьезная работа, полное включение в работу театра Маяковского. Да, полное включение в жизнь театра, да, в общем, такое. А каково вот это, быть выпускником ГИТИСа, по сути, работать только со своими ровесниками. Потом ты попадаешь в академический театр, в котором, в общем, была довольно сложная атмосфера к тому времени, как туда вошел Медогос, да? Да, да, да. Там не было так просто с творческой точки зрения. И ты приходишь туда же, в эту, в общем, ну, какую-то... Между какими-то периодами, да, такими. Там же была не очень стабильная ситуация, актеры были, в общем, в ожидании какого-то чуда. И ты приходишь туда, делаешь спектакль. В общем, кто у тебя играл в «Любви людей» первый спектакль? Ну, там играли Алексей Фатеев, который вот сейчас много снимается, вот в «Нелюбви» у Звягинцева, собственно, играл. Юлия Силаева, замечательная актриса, которая 10 лет ничего не играла вообще в театре. И вот это была первая юруль после этого. Да, 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 она училась Гончарова, и вот училась там тоже... Ну, она потрясающая актриса. На курсе, где там Меркурбанов, там вот, ну, как бы, а вот курса Арье, который увез Гешера, она училась с ними. Она из таких последних поколений гончаровцев, одна из таких. И тоже она вот не имела роли вообще, как бы, ролей не имела в театре, играла одно или два названия. То есть вот это среднее поколение, которое всегда зависает в театре обычно. Да, и там, на самом деле, потрясающие актеры, мне кажется, всегда в театре, там, не стоит говорить «плохая труппа», мне кажется, все зависит от... Твоего желания увидеть в этих людях возможности. Да, конечно, от того, кто с ними работает, это очень многое зависит. И очень много интересных актеров есть в театре, которых там так и не знаешь, и не разгадешь, и до сих пор кого-то открывают, там еще вот эти, за эти годы. Ну, то есть... Представляете, дорогие зрители, Никита приходит после выпуска, попадает сразу в ситуацию, где надо организовывать некоторым образом новый репертуар. Да, да. Получаешь карт-бланш, по сути, да? А потом следующий спектакль вы делаете... Саше Денисовым. Саше Денисовым, вот это вот 9 по 10. 9 по 10, да, было. Это был спектакль, который вы придумали с драматургом Сашей Денисовым к юбилею, 90-летию, театра Маяковского. И вы там сделали 9 по 10 таких этюдов, да? Ну, там, да, 90... Ну, примерно, да. Это как, да, такая вот структура, да. Мозаичная такая современная драма, да. Об истории театра немножко, но и там... Где вы, в общем, довольно хорошо прошлись по легендам театральным. Ну, то есть вы так их показали с любовью и со смехом. Это было немножко в стиле такого хорошего театрального и капустника, с одной стороны было сделано. Да, это делалось очень... И игры в своих коллег. Слушай, я помню, что играли вы это еще в подвале, да? Не, мы там в гардеробе, такой гардероб, как такой он, по укругам, как синусоиды. Ну, правда, мы это делали на один раз. А, оказалось потом, что это... На 6 лет остался спектакль. На 6 лет остался спектакль в репертуаре. Да, и играли в невообразимых местах его потом. То есть его много где хотели, там, куда-то. Скажи, и потом тебе Миндуга сдает большую сцену? Да, да, да. В какой-то момент, да? Ну, буквально следующий сезон. А ты в это время уже нигде в другом месте не работаешь, ты работаешь только на него. Ну, какая-то мы так сговорились, что вот штатный режиссер в театре. Ну, он свой опыт, как бы, учитывал, что как он в театре табакос 7 лет только там и ставил, в общем. И, как бы, он считает, что это правильная практика для режиссера, как бы. Уметь работать с теми актерами, которые есть в труппе. Уметь в них находить что-то, да? Пытаться... Ну, да, расти вместе с ними, да. Логично строить свой репертуар, там, да? Который у тебя там в какой-то степени постепенно выстраивается в какую-то одну историю. Скажи, сколько ты всего спектаклей поставил в театре Маяковского? Ну, сейчас... Можешь так сказать сразу? Ну, так в районе 10, наверное. 10 спектаклей за 7 лет? Да, да, да. И это малая сцена, на Сретенке потом появилась. И вот и в подвале, и совсем крохотная сцена, и большая. А на большой сцене сколько спектаклей? 3-4 спектакля. И ты работал с большими артистами? Да, да, работал. Работал с Игорем Матвеевичем Костолевским, с Евгением Павловной Симоновой, ну, Татьяна Орлова, которая тоже, ну, как бы, очень сильная. Ну, много серьезных артистов в театре. И теперь мы перейдем к другой твоей балтийской части. Да, можно. Это гастроли сначала. Начнем с гастролей Театра Маяковского в рамках «Золотой маски». Да. Ты не один раз приезжал же сюда? Не, у меня был один вот... Большой тур, да? Да, да, у нас был большой тур. В прошлом году? Да, в прошлом году. Это спектакль «Человек, который принял Живну за шляпу» по книге Оливера Саксова. Мы играли в Эстонии, три, и тут в Латвии, но не играли в Риге. В Энспис или Пайбл были. И три в Эстонии спектакля было. Вот такой был тур, да. Да, то есть ты уже так поездил, посмотрел. Да. А потом у тебя был опыт работы с Моникой Пормоли. Да, это правда. Это отдельное, я так понимаю, да, твое впечатление о театре балтийском? Да, да, да. А как ты решил ее позвать на этот спектакль? Ты ее позвал, чья была? Я позвал, конечно, я, мы не были знакомы до этого, в общем, мне просто, ну, нравилось, ну, как бы, нравились спектакли, которые она делала. А ты видел ее спектакль, что она с парадом делала Гацаловым тоже? Нет, это спектакль не видел. Конечно, спектакль с Ауэсом Херманисом, конечно, в первую очередь, вот, это долгая жизнь, там, звуки тиши. То, что было на фестивале НЭД, скажу я с гордостью. И это были наши университеты, как бы, студентам в эти времена. Да, я хочу сказать, что я, конечно, очень горда и благодарна художественным руководителям фестиваля, арт-директорам фестиваля НЭД Марине Давыдовой и Роману Должанскому. Но и сама тоже чувствую такую прекрасную ответственность и гордость, что благодаря фестивалю НЭД все-таки воспиталось определенное поколение в России людей, которые делают нынешний театр, уже зная о том, что вообще есть в театре. Да, это, надо сказать, большое дело. И это правда так. Я говорю, когда я учился, конечно, мы видели вот этот театр. Бегали студентами на балконы. Да, бегали студентами на балконы. Вот это вот все как раз нулевые годы, как раз когда я учился. И это, конечно... Остермайер. Остермайер, там, Херманис. Красуновос, Херманис. Да, там, Римяни Протокол тогда еще. Только появился, да. Да, то есть очень такие, как бы, имена, которые сейчас уже все мэтры, там, Европейского театра, там, и так далее. Вот, но... Это такая прививка, которая дала... Да, это вот, как бы, расширение границы. Это, говорю, такие университеты, действительно так. То есть, как бы, обучение – это одна история, и очень важная такая, как бы, технологическая, там, и так далее. Профессия, мастерство, да. Куда вообще можно идти в театре? Куда можно идти? Все-таки, надо сказать, что русский театр сейчас, конечно, тоже за счет влияния европейского театра расширяется во все стороны. Но в то время, там, нулевые годы, в принципе, достаточно, как... Ну, рамки были довольно узкие. Ну, вот традиция была еще, да. И не сказать, что очень много чего пробовали. Сейчас вот ситуация уже совсем поменялась кардинально, мне кажется. Да, махнули, прыгнули очень хорошо. Да, 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 и так во все стороны уже. Скажи мне, пожалуйста, а как ты выбираешь материал для спектаклей? Ну, да, это очень какой-то вопрос субъективный. Часть спектаклей, и она довольно существенная в моем списке, это некие такие заказные работы на самом деле. Ну, в том смысле, что это худрук предлагает или там... То есть, Карбауский приглашает тебя, и вы вместе обсуждаете, что бы он хотел видеть на сцене? Ну, вот он предлагает. Мое дело отказаться, не то, что меня там ставят все дело или... Мое дело отказаться, ну, вот как бы, и были, у меня еще было несколько спектаклей, скажем, каким-то поводом. Там, вот 90-летие Театра Маяковского, как вы считаете. Потом у нас открытие филиала на Сретенке, мы делали Диколог на Сретенке, тоже Саши Денисовой. То есть, как бы, какие-то возникают... Ну, и какие-то материалы я сам предлагал там, сам открывал для себя. А вот то, что вы сделали с Сашей Денисовым «Враг народа», так переписали его, что он был очень современный и интересный спектакль, но, видимо, он был слишком рано сделан на сцене Театра Маяковского на Большой, когда еще публика была не совсем собрана такая, готовая. Да, я... Мне очень... Мне очень жалко этот спектакль, мне он очень нравился, на самом деле, мне кажется, что он был такой классный. Абсолютно, как такой... Тоже дикий и какой-то, ну, такой смелый, мне кажется. То есть, вам передали? В 25 лет я просто сделал такой на большинстве... Огромный спектакль. Огромный и дорогой, и всякий. И такой рисковый, где мы сильно переписали Ипсона и попытались... Ну, очень хорошо переписали. Да, ну, заслуга Саши, я считаю, очень и как бы вместе в этом... И технически он был прекрасно сделан, он был очень европейский спектакль, такой прям настоящий большой европейский спектакль. Да, и я всегда думал, когда я учился, что если я сделаю хороший спектакль, то всегда будут те, кто на него придут. Но оказалось, что театральная жизнь немножко сложнее устроена, и это интересно как... Ну, то есть, для большей сцены именно. На малой сцене действительно придут. То есть, вот вопрос реализации себя на малой и большой сцене, он категорически отличается? Да, он отличается, ну, как, что ставится в углу угла. То есть, как бы, надо понимать, что когда менеджмент или кто-то зовет на большую сцену, там... Там есть определенная ответственность. Да, они рискуют очень, да, и они готовы вкладываться, но они хотят, как бы, некой отдачи. Ну, то есть, это не совсем ситуация, где я ровно, ну, как бы... Можешь экспериментировать в любом направлении, да? Ну, да, или ты такое, как бы, имя уже заработал, что там важно очень, что именно... Мне кажется, все равно, даже если и имя заработало, и что-то еще, там нужно соблюдать какой-то баланс. Да, и очень важен, какой театр, и какая там публика туда ходит. То есть, есть вот масса примеров, там, не буду приводить, что в одном театре режиссер успешен, и у него есть зрители, он идет в другой театр, делает то же самое, и там никто туда не приходит. И там люди в растерянности сразу. Да, то есть, это еще зависит от некой концепции театра, и это уже, к слову, там, о руководстве. От культурной, как бы, театральной политики, репертуарной политики, которая есть в этом театре. Конечно. Ты не можешь прийти с крутым экспериментальным спектаклем, там, где привыкли, в общем, смотреть развлекательные спектакли. Достаточно традиционно, даже если там все готовы пойти, то, что произошло, там, на второй год в театре Маковского, зрителей еще нет нового. Ну, в общем, мы нормально поиграли, и много их хорошего всего. Нет, мне кажется, что он был все равно очень важен для театра тогда, и, конечно, не только с того, что вы вообще это сделали, это был... Потому что после этого он выпустил Канта, и уже это не пугало никого. Ну, то есть, как бы, вот эта необычность... Да, да, да. Он тебя пустил немножко вперед, а сам сыграл потом свои экспериментальные вещи. Слушай, ну, давай вернемся к премьере, потому что мы так, по-моему, увлеклись... Да, так можно говорить об этом. ...вообще о театре поговорить. Давай вернемся к премьере. Значит, вот твой опыт с Моникой Пормоли был, сейчас ты работаешь... Да, с Ранисом Сухановцем, да, здесь. И это интересный опыт, работа с латышскими сценографами, да? Я считаю, что в Латвии очень сильная сценографическая школа, и уникальная, наверное, даже, можно так сказать, что здесь, на самом деле... Ну, и ставится в угол-угол вот этот вкус, стиль здесь, как бы, я вот смотрю, сколько спектаклей, они могут быть иногда, ну, иногда не затягивать в себя, но они выглядят всегда очень достойно, то есть, и очень стильно. То есть, это не украшательство сцены, это организация пространства, в котором существует этот спектакль, да? И знание об этом, и знание сегодняшних вещей, как бы, как сегодня организуется. И знание современного искусства. Да, все верно. Даже попал на один урок случайно, где Моника и Рейни с студентом... На выставке работали, да? Да, 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 я так зашел случайно на выставку, их увидел, как бы, ну, вот, посмотрел, что со студентами делали. Ну, скажи, и тогда еще вот вопрос. Тебя пригласили в Национальный театр, там, по каким-то, видимо, отзывам о твоей работе, попробовали позвать тебя сюда? У меня там вообще все получилось очень просто. Не то, что там отзывы просто, они увидели спектакль в Москве на Russian Case, «Золотой маски». А что было за спектакль? Человек, который принял за шляпу, собственно, и он стал так, ну, как для иностранной публики, он там вошел в топ-3, по-моему, лучших спектаклей. В тот Russian Case, да? Да, в тот Russian Case, там, из всего этого, то есть он очень попал в иностранную аудиторию, с разной, разной причем, и как-то, и вот... И поступило предложение? Поступило предложение. И дальше ты приехал, и вы говорили о том, что театр хотел бы увидеть с точки зрения репертуара? Ну, да, было предложение, да. Ну, я так понимаю, что было несколько, все-таки, наверное, тебя не поставили с Роскали, вот мы хотим только это, да? Ну, там... Ну, было несколько, неважно, не будем обижать других авторов, которых вы не выбрали, и вы выбрали ревизора, и, конечно, это большая ответственность, ставить ревизора. Ну, да. Но ты не изменяешь себе, я так понимаю, в этом во всем, и ты не делаешь спектакль таким, каким он был в 19 веке, ты все-таки его делаешь... Мы не делаем, и как бы, да, хочется найти... Для тебя интересно в этом найти соответствие современности? Соответствие современности, ну, все, если найти театральный язык. То есть, там есть такая опасность, мне кажется, что в этой пьесе, что ее нельзя очень буквально, ну, как бы, адаптировать. Потому что, ну, так, чиновники сегодня... Я в Латвии, пьеса про Россию, так, я буду про российских чиновников делать спектакль везде... Ну, вообще, на самом деле, бюрократия, международное зло... Надо на что-то опереться, по теме, да, но как решать, да, то есть, и потом про латвийских, я не знаю, жизнь, да, и поэтому какой-то надо... Зачем притворяться, да? Значит, такой вот документальный путь, и, может быть, не надо найти такой-то игровой ход, скажем так. Это для меня очень интересно, и Гоголю, мне кажется, это больше подходит, потому что, когда иногда переносят, учитывают некую жанровую составляющую пьесы, ну, какой-то ее стиль. То есть, если ты буквально перенесешь, то уйдет там вот эта вот игра в этой пьесе, которая есть. Но ее там много, там же гэг на гэге, на самом деле. Ну, ну, даже в самом тексте. С одной стороны, есть, да. Это когда тебя кидает из одного в другое, когда повороты за поворотами какие-то. Да, но ведь особенно это же такое, как надо доставить довольствие тем, кто эту пьесу знает хорошо, и... Ну, то есть, надо учитывать это, не только тех, которые говорят «О, май год». Да, да, и как... А как эта сцена сейчас будет сделана? Я знаю вот это. А как вот этот будет сейчас момент сделать? А это должно быть по-другому. Ну, да, может быть, нет. Вот такая публика тоже может быть. Да, конечно, конечно, конечно. Ее же тоже надо не разочаровать. Абсолютно нет. Нет, но мы делаем такое авторское сочинение, конечно, вокруг этого. И мы сделали очень адаптированный перевод, то есть у нас... А кто работает с тобой? За счет того, что Эва Струка, она завлит театра, она... Мы адаптировали, наверное, 30% текста переписанных просто. И как бы... Ну, на самом деле, я когда читаю, я думаю, что уже даже для современных молодых ребят, ну, детей в России это надо уже тоже адаптировать. Конечно, потому что... Потому что это непонятно, о чем идет речь. Я не могу продраться иногда, особенно вот монолог Хлистакова, наш Христа Матин. Я так прочитал раза 4-5 спокойно вдумчиво, я не мог понять, что там он говорит. О чем вообще-то есть? Статский советник пошел в департаменты, зашел в бюрократические... Ну, как... Стоп. Фамилии Смирдин, Загозкин, кто эти люди, я не знаю. И мы поэтому все это немножечко... У нас осталось две минуты. А я хочу сказать, что я с нетерпением жду сегодняшнего вечера. Ух, не говори. Ух, ну, я думаю, что Национальный театр... Я вот сейчас два сезона ходила, смотрела почти все спектакли. Мне кажется, он находится в очень хорошей форме. Там какая-то труппа совершенно необыкновенная. Я абсолютно верю. Да, и взрослые актеры, те, которые с большим опытом, те, которые легенда уже, да, театра латышского. И молодые ребята, которые туда приходят работать. И те, кто туда приходят работать, ну, как бы, вот, приглашенными. Там очень много же... Театр открытый, к нему приходят одноразовые тоже. И те режиссеры, которые в штате, да, которые делают очень интересные вещи. Ты вообще ходил, смотрел за это время спектакли? Да, когда меня пригласили... Что ты посмотрел в Национальном за это время? Пока ты здесь. Пока у тебя было время, вечера. Я смотрел «Ветерок», конечно, смотрел. И замечательная работа. И «Катлз» я смотрел. «Катлз» — это спектакль, который поставила Инара Слуцкая по роману кинорежиссера. Да, и «Вальтера Силлиса» спектакли. И «Финляндизация» вот это. И «Финляндизация» там в том году. И вот на большой сцене про рок-группу латышскую, 20-х. Ну, много чего, много всякого. Очень разные спектакли. Очень разные. Да, действительно, очень... Вот эта культура как постановочная и актерского существования на самом деле есть. И надо отметить, очень профессиональный, как бы, вот, этический, как бы, вот, 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 сам рабочий процесс. И то, как актеры выкладывают. Комфортно тебе было работать. То, как актеры выкладываются, то, как они, да, это замечательно. Ну, это твой первый зарубежный опыт. Ну, мы можем... Стал для тебя подарком рабочим, да, профессиональным. Абсолютно, абсолютно. И это было очень большое, как бы, удовольствие. Спектакль сложный, большой, он сложный сочиненный. И там много всего, много... В общем, идите смотреть ревизор сложный, придуманный. Готовьтесь к тому, что текст будет все-таки адаптирован, и перевод будет современный латышский язык. Русские журналисты спросили. А русский тоже адаптированный в переводе? Будет, да. А, то есть вы сделали аж двойную работу, да? Да, там пришлось делать, да. То есть вы с русского перевели на латышский, адаптировали... Да, потом с латышского переводили на русский. В общем, идите смотреть ревизор, ловите его. С билетами будет непросто. Никита Кобелев в студии Радио Болтком. Ни пух, ни пера, Никита.